В эфире телеканал В Армавире прошла очередная сессия Городской Думы. Какие вопросы рассмотрели депутаты, расскажет Дарья Топчево. В Армавирском Адагаскаре пополнение. В зоопарке родились детеныши. С ними познакомилась и Наталья Полякова. 65-я сессия Городской Думы прошла в Армавире 22 мая. Поводковая ситуация на реках Кубань и Уруп, преступность, дорожная аварийность. Вот несколько вопросов, которые рассмотрели депутаты. Тему продолжит Дарья Топчево. Оперативная обстановка на реках Кубань и Уруп в районе Армавира стала первым вопросом, который рассмотрели на Городской Думе. Увеличившийся уровень воды из-за обильных осадков и спуска из Невиномысского водохранилища стал причиной введения с 8 мая в Армавире режима повышенной готовности служб. 20 числа максимальный объем сброса составил 708 кубометров в секунду. Хочу всем сказать, что при сбросе 750 кубических метров в секунду с Невиномыска мы получим неблагоприятные явления для подтопляемой территории. Это Красная Поляна, Старая Станица, Юбилейный, Бараников переулок, Садомовческие товарищества «Химик» и Северный микрорайон. Ночью 22 мая с двух часов и до утра через Армавир также прошел большой объем воды, связанный с прорывом дамбы в Отрадницком районе. Как рассказал Андрей Харченко, все это время на месте велось дежурство. Работала система оповещения населения. На 22 число ситуация остается стабильной. Уровень воды по-прежнему повышен, но не достигает критических отметок. Администрация города просит жителей территорий, подверженных подтоплению, внимательно слушать сообщения системы речевого оповещения, а также быть готовыми при необходимости к экстренной эвакуации. В случае изменения обстановки армавирцы будут оповещены заблаговременно. «Все службы переведены в повышенную готовность, паники никакой нет, ситуация находится под контролем. Просто в границах нашего муниципалитета и наших соседних муниципалитетов проходит повышенный павод». После обсуждения паводковой ситуации на реках депутаты перешли к повестке дня. Первым, что прослушали, стал доклад депутата ЗСК Николая Титова об отчете начальника главного управления МВД России по краю Владимира Веневского. О деятельности полиции в 2013 году. Николай Иванович остановился на основных его моментах. Так, в 2013 было зарегистрировано 64 140 преступлений, что на 2,8% меньше по сравнению с прошлым годом. Среди них заметно снижение особо тяжких. Общее количество сократилось на 10,5%. В докладе особо было отмечено, что такие результаты – это заслуга не только одного лишь личного состава нашей кубанской полиции. Улучшение оперативной обстановки края также способствует укреплению взаимодействия с населением и общественными организациями. Николай Иванович коснулся и темы аварийности. В 2013 на дорогах края произошло 6228 ДТП, в которых погибло более 1300 человек. Таким образом, показатель увеличился на 5%. А вот в Армавире по сравнению с 2012 число погибших в прошлом году возросло в два раза. Как бороться с такой ситуацией, когда сотрудников полиции в городе для контроля за ситуацией не хватает? День в ночь у нас выходят два экипажа, плюс два экипажа, которые у нас работают и отрабатывают только дорожно-транспортные происшествия. Катастрофически мало. На город с населением свыше 200 тысяч человек. На думе высказывалось мнение, что автовладельцев нужно не только наказывать рублем, но и воспитывать в них сознательность. Решение требует и проблемы с условиями, в которых работают армавирские участковые. Несколько пунктов нуждаются не только в текущем ремонте, но и капитальном. В некоторых отсутствует элементарное. Стул для посетителя, телефон. Сессия продолжилась обсуждением еще ряда тем. Дарья Топчева, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. В продолжении темы. На сессии Думы армавирские депутаты утвердили новый генеральный план муниципального образования, рассчитанный на 20 лет. Предполагается, что он даст перспективы развития городу и сельским поселениям. Если ранее генеральный план касался границ Армавира, то новый охватывает еще и все населенные пункты. Согласно ему, границам муниципального образования добавляется территория 1500 гектар со стороны федеральной автодороги Кавказ, напротив поселка Заветный. Эта мера обусловлена отсутствием в городе территорий, достаточных для перспективного жилищного строительства. Кроме того, генеральный план предусматривает развитие северной промышленной зоны, а также транспортной инфраструктуры. Мы знаем, что многие крупные города Краснодарского края, так же как и город Армавир, испытывают транспортную напряженность. Поэтому проектируется обездная автодорога по северной промышленной зоне, в обход городских территорий. И также проектом предусмотрен путепровод по улице Лавриненко. Дорожная авария со смертельным исходом под Армавиром. В Новокубанском районе в результате ДТП погибли два человека, сообщает интернет-портал Югополис. Трагедия произошла 21 мая около 10 часов 30 минут. По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля «Лада Калина», нарушив правила маневрирования при перестроении, не уступил дорогу большегрузному автомобилю «Ман» с полуприцепом. В результате удара «Ладу» откинула на встречную полосу, где легковушка столкнулась с автомобилем «Мазда-6» и «Камазом» с прицепом. От полученных травм водитель «Лады Калины» и его 33-летний пассажир погибли на месте. В настоящее время обследовательство ДТП уточняются. Рассылка уведомлений из фискальных органов на уплату имущественных налогов гражданам идет полным ходом. Многие налогоплательщики уже обратили внимание на то, что обратный адрес письма не Армавир, а город Волгоград. Ситуацию разъяснит Наталья Полякова, а также расскажет о том, какие категории лиц имеют льготы на уплату налогов. Получив письмо из Волгограда со штампом Федеральной налоговой службы, гражданам пугаться не стоит. Ошибки никакой нет. Теперь уведомления налогоплательщики будут получать издалека. Именно в Волгограде находится федеральное казенное учреждение «Налогсервис», которое осуществляет рассылку по всем регионам России. Таким образом, межрайонная ИФНС номер 13 собирает всю информацию по начисленным имущественным налогам и отправляет ее в Центр обработки данных. Начисление имущественных налогов производится по месту жительства тем налоговым органам, где прописан налогоплательщик. Поэтому все неточности, которые вы хотите заявить, вам необходимо указывать при обращении в свой налоговый орган по месту регистрации. Несмотря на то, что налоговое уведомление вы будете получать из города Волгограда. Также фискальные органы напоминают о том, что некоторым налогоплательщикам предоставляются льготы. Категории граждан, имеющих на это право, определены федеральным законодательством и органами местного самоуправления. Главное – вовремя о своем праве заявить. Граждане, имеющие льготы по имущественным налогам, они обязаны предоставить налоговый орган, правоустанавливающий документы, для правильного исчисления и применения налоговых льгот. Заявление на налоговую льготу и подтверждающие документы необходимо налогоплательщикам представить уже сейчас, настоящий момент, по той причине, что сейчас идет начисление налогов и рассылка. Тем физическим лицам, которые уже получили уведомление, но без льготы, необходимо обратиться в фискальные органы. Сделать это нужно до наступления срока уплаты, то есть до 1 ноября. Наталья Полякова, Александр Пензев, Служба новостей Армавира. Попробовать себя одновременно во многих профессиях, казалось бы, это невозможно, но студенты армавирских СУЗов доказали обратное. В Центральной городской библиотеке имени Крупской прошел конкурс веселых и находчивых калейдоскоп-профессий. Ребята, которые уже определились, по какому карьерному пути идти, попробовали себя и в других специальностях. На некоторое время они стали кулинарами, дизайнерами, парикмахерами, менеджерами по рекламе. По условиям конкурса участницам давали задания. Например, из определенных продуктов составить интересное меню. Главным образом оценивались креативность, находчивость и чувство юмора девушек. А пока они успешно справлялись с заданиями, со зрителями также проводились игры. Ответы участницы выдавали самые неожиданные. 21 мая Русская Православная Церковь празднует День Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. Этот праздник особенно почитается в Центральном храме Новокубанска, так как является престольным. В этом году поздравить прихожан приехал епископ Армавирский Илабинский Игнатий. Владыку Игнатия, главу образованной отдельной епархии в составе Кубанской митрополии, встречали в Новокубанске хлебом с солью. Для его приветствия в храме Иоанна Богослова собрались сотни прихожан. Епископ совместно с настоятелем и служителями Новокубанской церкви совершили божественную литургию. По окончании службы он обратился со словом к верующим. Мгновение составляет наша жизнь, а все остальное будущее или прошедшее. И вот это мгновение мы всегда с вами должны ценить. Что мы в это мгновение сделаем, то останется на нашей душе. И мы должны учиться делать доброе. Новообразованная Армавирская и Лабинская епархия объединяет православные приходы на территории девяти муниципальных образований Краснодарского края. Глава Новокубанского района Роман Архипов выразил благодарность епископу Игнатию за то, что столь высокое духовное лицо прибыло в этот день именно сюда. Хочу поблагодарить вас, Владыка, за тот праздник, который вы сделали сегодня для всего города. Действительно, для нас это очень торжественно. И каждый будет вспоминать это, я думаю, в своем сердце, в своих мыслях. На праздничную службу в храм пришли и взрослые, и дети. Несмотря на будний день, здесь присутствовали студенты и школьники. Сотрудники Новокубанского молодежного центра поблагодарили Владыку за визит. Хотелось бы поприветствовать вас от лица молодежи района, поблагодарить вас за то, что вы провели сегодня в нашем храме торжественную службу. Каждый из нас ее запомнит надолго. Мы, молодежь, тесно сотрудничаем с Православной Церковью, проводим совместные мероприятия. Будем очень рады вас видеть на наших мероприятиях. Для прихожан приезд главы епархии стал настоящим событием. Люди, побывавшие на праздничном богослужении, говорили, что ощутили особую благодать. Епископ Армавирский Лобинский Игнатий после общения с жителями, вместе с представителями районной власти, отправился осматривать предполагаемые места для строительства нового храма в Новокубанске. Роман Габарец из Новокубанска. Служба новостей Армавира. Престольный праздник отметили и в одном из храмов Армавира днем позже. 22 мая православные чтут память Николая Угодника. Его знают как самого почитаемого русским народом святого. По этому случаю Свято-Никольский кафедральный собор отметил престольный праздник. Иными словами, День Ангела. Как это было, рассказывает наш корреспондент. Торжественная литургия в честь престольного праздника началась. Сотни верующих пришли в светлый храм Николая Чудотворца, чтобы возрадоваться ему. Это очень важное событие в жизни православных и Свято-Никольского кафедрального собора. Потому что Николай Угодник – небесный покровитель храма. В его честь был освящен престол. У святителя просят заступничество, счастья, успеха, исцеления, люди разного возраста и социального положения. И получают. Его икону прихожане и паломники почитают чудотворной. Но в этот день, 22 мая, все не просят, а прославляют святого. Молебен подошел к концу, и после него никто не упустил возможности причаститься. В соборе царила атмосфера духовного праздника. Далее действо продолжилось на улице крестным ходом. Возглавляли его казаки, затем священнослужители, замыкали вереницу прихожане. Огибая храм, они периодически останавливались. Священники читали молитвы и окропляли присутствующих святой водой. От Иоанна, святого Евангелия, чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Торжественное богослужение подошло к своему завершению. А во дворе Свято-Никольского кафедрального собора всех желающих ждала настоящая гречневая каша от армавирских казаков. В жизни казачества святой Николай Угодник играет очень большую роль. Со времен становления казачества это были воины Господни. И наш защитник это был Никола Угодник. Поэтому мы чтим этот праздник. И сейчас тоже самое, также просим у нашего святителя помощи во всех наших деяниях. Отметим, этот престольный праздник очень почитаем среди верующих. Это день радости и ликования. Аталия Полякова, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. В Армавирском зоопарке Мадагаскар пополнение. Там родились еноты. Всего на свет появилось двое детенышей. Один из них отправился к отцу еноту в другой город. А второй радует посетителей Мадагаскара. Наш корреспондент Наталья Полякова увидела малыша. Маленький Феофан еще никак не может привыкнуть к своему новому месту жительства. Всего три дня, как его отлучили от матери. И теперь полуторамесячному зверьку приходится привыкать к взрослой жизни. Но тем не менее, кормят его еще пока, как малыша. Каждые два часа из бутылочки. Появление такого чуда на свет для зоопарка – большое счастье. Казалось бы, что интересно во в рождении енота. Однако размножение этих животных да и зверей вообще в искусственно созданных условиях – достаточно сложный процесс. Поэтому появление на свет детенышей в зоопарках ждут с радостью и нетерпением. Каждый цирк, где есть животные, кто занимается именно животными, гордится своими вот такими красивыми моментами. Потому что это гордость. Это говорит о том, что наши условия им подходят. Самое главное – это любовь. Любовь, уход. Дает вот такие прекрасные результаты. А почему сложно? Потому что пары надо подбирать. Это как и у людей. Подбираются пары, они же чувствуют нас. Они чувствуют наши руки. Они смотрят, как мы с ними занимаемся, чем мы их кормим. Отсюда все и получается. В ожидании такого же чуда семейная пара Лола и Буша. Это представители верблюжьих порода гуанка. Родителями они станут в следующем году, в феврале. А пока эти животные пребывают в состоянии приятного покоя, пятнистые олени резвятся на солнышке. Им до детородного возраста осталось еще где-то полгода. В общем, жизнь в Мадагаскаре, как говорится, бьет ключом. У нас родились дикообразы. Дважды рождались дикообразы. Родился енот. Родились коати. Ждем сурикатов, ждем гуанак. Вот видите, мы для них, оказывается, свои любимые, как они для нас. Не смогла наша съемочная группа не зайти в гости и к некогда маленькому львенку Алексу. Когда мы подошли к вольеру, где он сидит, нас встретило уже большое молодое животное. Нам 9 месяцев. Для 9-месячного льва он выглядит прекрасным. Кушаем мы 2,5 килограмма в день. Исключительно говядина, баранина. Это большая кошка. Большая красивая кошка. Но это суперхищник. Агрессивные они становятся от того, что люди к нему плохо относятся. Конечно же, он добрый, потому что мы о нем заботимся. Как он может быть свой? А еще добрее Алекс станет, когда ему привезут молодую львицу. Вместе им будет веселее. Вольер для нее уже подготовлен. Она будет жить по соседству со львом. Также в зоопарке готовится место и для обезьян. В ближайшем будущем они появятся в Мадагаскаре. Всего же на сегодняшний день здесь живет более 40 видов обитателей. Далее Полякова, Александр Жирилеев, служба новостей Армавира. На этом выпуск завершен. Далее информация о погоде на ближайшие сутки. В студии была Марина Юрченко. Всего вам доброго. Одежда ведущей предоставлена магазином женской одежды «Гюзела Классик». Солнечный магазин